Ой, перчаточки только в таких можно. Сюда так просто не попасть, но нам очень повезло. А мы восхищены вашими тканями. Потрясающие коллекции. Спасибо. Мы находимся в шоуруме Пинто. Я покажу немного здесь мебели. Это совершенно потрясающий дизайнер по интерьерам. Есть книги выпущены. Интерьерные на витрине представлены. Если получится, то я обязательно приобрету, потому что есть чему поучиться у этого дизайнера. Очень красивые интерьеры в абсолютно разных стилях. И классическом, и маракеш, и контемпори. Контемпори – это такой современный. Сейчас переходим в другой зал. Мы уже обменялись визитками. И здесь у нас еще. Смотрите, как красиво. Настольная лампа. Это такой комод. Консоль. Ну, вот каждый элемент интерьера может просто уже задать всю стилистику. Значит, вот. Я так понимаю, что все элементы мебели разработаны Пинто. И вот мы видим кресло. И здесь оно в обивке. Это обивочка. И так и так у них нет... Смотрите, какая называется... Я ее называю крыло стрекозала. Настолько тонкая, настолько струящаяся, я себе ее повесила в ванную комнату. И так... Я ее снимаюсьа. Конечно, куда дел Hostia. мы находимся на деков на деков на правом берегу на правом мы уже с вами виделись на левом название лидов да она английской фабрики а сейчас мы находимся на правом на прекрасной французской фабрики которые уже более сто лет которая называется люльева люльева да что хочется сказать что тема 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 деков всем шоурумом текстильным шоурумом было задано следующее это отобразить город вот и наша витрина в этом году в 2017 году на деков получила гран-при гран-при я ее вам покажу вот такая это значит что тут жан-поле котье соня рекель долю евро это если говорить о компании люльевра это группа люльевра в которую входит фабрика тассинарии шатель тассинарии шатель это архивы франции она существует 1620 года это леонские ткачи они ткут шок это классика это ордико это какие-то современные коллекции люльевра это ткани которые производятся во франции на своих заводах опять же рядом с леоном потому что это регион качества французского поэтому то что вы видите это made in france что немаловажно и лицензии моды слои 2 лицензии моды соня рекель же а что это значит тензии моды тензии моды это когда какой-то модный производитель обращается хочет заниматься декораторством обращается на фабрики которые производят ткани чтобы для него под его брендом и с его рисунками производили именно те ткани которые он хочет понятно то есть такие известные производители отдали предпочтение именно компании люльевра бонжур вот такую красотищу посмотрите я уже сфотографировала но это вот надо всем показать сразу видела это собственное сознание создание нашей студии здесь дизайна эмили паралетичи она сама придумала рисунок и все это создавало текстуру это было ранее 1 до до обратите внимание что рельефная вообще камерин да и все нащупала белье пыталась драпировать драпируется она как бы сложнее но все равно очень красиво но я не знаю вы же прошли по шоурумом вы видели все таки что этническая тема да немножко присутствует у нас смесь и от не ки с одной стороны вы видите что это да напоминает этнику но если посмотреть то рисунок это вид французского сада сверху то есть как бы два в одну да да этнический рисунок шик экиса да вот это наша любимая это любовь это моя любовь потрясающе и очень приятная на ощупь очень мягко очень это не на сразу качество я думаю видно сразу качество французского дома искона котором более 100 лет который этим живет у люльевры есть одна палитра очень специфическая которая есть только у них они сочетают красный и фуксию то есть условно говоря сочетаемое несочетаемого смотрится очень красиво это у нас хлопок и вискоза ширина метр сорок опять же и я обожаю эту ткань это импрессионист это нормандия это это вообще не нежнейшая ткань очень приятная на ощупь она великолепно будет что подкладка спадай отметьте ощущение принта но это неприятно а тут сделали именно жаккард то есть вот эти деньги они сотканы вот это очень да вот подкладка да и палитру тоже можете посмотреть нежнейшие голубые тона нейтральные были я вообще прям такой то есть как я вам сказал наши студии находится здесь же на трезу дюмай на третьем этаже девочки работает большим коллективом все это изучается на весь мир поэтому я говорю всегда что так как мы все это дело мнение наших клиентов у вас для нас очень важно но очень красивый конечно коллекции принципе сразу попадая в этот шоу-рум мне было понятно что здесь что-то будет особенно и вот несколько вариантов тканей которые вы сейчас уже показывали я на них обратила внимание фотографировал потому что ну то есть они просто в глаза я много вешал перелистала пересмотрела но это вот просто изумительно и вы сейчас особое внимание обратили именно на те ткани на которые я уже тоже заметил если я разработал собственную коллекцию мебели я могу ее заказать тоже в вашей ткани да может быть придумать какой-то свой дизайн и вас бренда вольга кулейкина выпустить коллекцию абсолютно очень да шикарно просто шикарно вот такой вот новый велюр объясните пожалуйста зрителям что это ну что это это трение это трение то есть это не убиваемая ткань если вы ее возьмете на обивку вы можете на ней сидеть всю жизнь и можно даже как я понимаю в общественное помещение да абсолютно потому что начинается по моему цифры 20 до вот а сто это все этот как бы максимальный мы очень долго ждали какую-то современную классику от люльевра потому что фабрика изначально классическая сказала что и больше ста лет у нее есть свои архивы и мы были очень рады вот в этой коллекции 2017 года найти такую немножко неоклассику переделанную классику по архивам люльевра и не на шелке что очень важно если посмотреть качество это вообще а вот я ее себе хочу а вот почему если не на шелке то это важно шелк очень деликатный материал шелк очень деликатный материал и потом все таки классика на шелке это как-то не знаю банально ну уже да здесь у нас хлопок и вискоза 50 на 50 до при том что это хлопок и вискоза посмотрите как она долго смотрится очень красивая палитра бесподобная совершенно вот в этом цвете есть такой какой-то немножко такой шерстяной аспект у нее группа люльевра включает себя саму фабрику люльевра с французским производством фабрику тассинори шотель это люкс люкс полный люкс как говорится да это такой от кутюр от кутюр тканей и текстильного интерьера шелка это архивы которые копятся с 1620 года вот эта фабрика существовала леоне она существует некоторые ткани до сих пор ткут вручную машинных станков что французскими ручками французскими ручками по два сантиметра и не отгутся именно француз белыми французскими ручками боже мой да да вот такая вот редкость у нас вышло вот такой вот шикарный ардико потрясающе это ардико это сделано по архивам ткани которая была соткана в 1911 году ткань даже скорее не ардикошная изначально на архив а арт-нуво потому что там был ярко-зеленый цвет и там вот эти вот кузнику как бы крылья кузнечиков тоже все арт-нуво это такой символ эпохи арт-нуво вот там все это видно она была изначально сделана в дамаске дамаска это позитив негатив то есть практически один цвет это не гладкий фон да а тканый фон вот и в бракетели обязательно присутствует немножко льна вот это вот качество дамаск то есть у нас получается в принципе одного цвета только здесь как бы вот эта сторона да гладкий фон обязательно вот видите на позитивных используется один цвет конечно в золоте и в черном это совершенно и вообще совершенно настоящая ардико на китай похоже япония абсолютно она называется зимний сад тут уже шок это потрясающе вот это очень высокая гамма тканей она сделана в одном цвете вот она конечно меняет вообще вся тем что это шок вот собственно мы посмотрели коллекцию люльевра это всегда очень небольшая коллекция но при этом это вот какие-то такие совершенно особенные ткани мы сейчас заходим до сценарии и шатель святая святых архивов это архивы этой фабрики истории франции текстильная история франции как я уже сказала с 1622 года она существует эта фабрика обслуживала всех королей архивы фабрики сохранились книги заказов это огромные картонные книги где пером написан год 1745 написан артикул такой-то прикреплен кусочек ткани или влюра написано для дюка такого-то из из региона такого-то чтобы обить ему такое-то креслице сюда так просто не попасть и нам очень повезло я могу сказать что это французская гордость французская душа наследие наследие вы знаете что у нас коллекция под химуана французское государство просто знает что это у нас мы чуть ли не подписывали за тем что мы бережно все это храним каждый каждый отрезочек для нас это это целая история это драгоценность давайте людовика шестнадцатого это просто допустим на маленький вот такая коробочка вау и здесь по цветам по эпохам я вот буквально несколько вам красивых таких я боюсь даже дышать на это уже это не все здесь в этой маленькой комнатке естественно нас есть закрытые архивы которые при специальной температуре естественно все это хранится на самые хрупкие вещи смотрите такой вот это все на шелке каосе да подальше один из образцов их много восстанавливали комнату павла первого в гатчинском дворце и ткани вместе с питерскими музейными работниками ткани тассинари шаттель это книга которая рассказывает о тассинари шаттель она называется тассинари шаттель тассинари шаттель шелково времени по производству здесь она на французском языке здесь шикарные интерьеры здесь все замки здесь элисейский дворец здесь версаль все все где 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 присутствует наш гатчинский дворец тассинари вместе с хранителями в музее восстанавливали просто комнаты некоторые в этом музее потому что он был такой довольно заброшенный гатчинский вот вот это вот спальня павла первого на вот и по маленькому рисуночку по цвету да вы создавали вообще всю эту комнату всю эту обивку кровать стены и так далее вот при нее здесь написано а вот это вот настоящий образец того что там комнате павла первого ой здесь так все я даже не могу привыкнуть нет нет архива нельзя перчаточка только в таких можно вот видите да я могу так вот поднять показать вблизи что это все очень хрупкие дорогостоящие материалы шоу но это уже наводил да вот они бачу на а вот я хотела узнать это и было произведено тоже во про конечно вот на этом заводе а то есть восстанавливать 1600 года этот завод 14 еще наказывали нас ананасы это ткань такая вот золото на красном шелке золотом золотом золотыми нитями у нас тоже есть этот архив те же самые лазеры гатчины видите тоненький это все очень красиво это все смотрится понимаете да что это прям украшение и как бы такое драгоценное такое вот украшение а вы можете перевести да господин люльевер вот он очень рад приветствовать российских клиентов у нас париже для нас это всегда большое счастье а мы восхищены вашими тканями потрясающей коллекции он и ажи россии спасибо вот вы мезон его боти сумме и и и радуйся нас спасибо 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 мне удалось взять интервью у патрика люльевьер мы находимся в шоуруме здесь старейшие как бы но есть коллекции тканей которые сделаны по старейшим образцам это вот новые например коллекции нам они рассказали очень хорошо и здесь это какой такой этнический рисунок но на самом деле это французские сады это вот как бы как ну как план это все новые образцы тканей они очень приятные на ощупь очень красиво смотрятся в больших портьерах и совершенно замечательный гобеле например только картина выставлен и вот мы только что смотрели красную ткань в зеленом исполнении тоже очень красивая это ткань на шторах смотрится очень живописно но это нейтрально это все можно сочетать с чем угодно современный дизайн вот опять же парижские сады и вот эту ткань на самом деле еще не показывали я сделала фото очень красивый тюль с серебринкой мы находимся в шоу-руме designers guild коллекция этих тканей обоев известного английского дизайнера триши guild мы часто используем наших проектах и вот здесь пришли ознакомиться с новыми коллекциями у нее очень какой интересный яркий текстиль насыщенная цветовая гамма мы использовали например обои из этой коллекции в одном их своих проектов вот тоже с бабочками обои тут есть как бы ткани компаньоны мы использовали в проекте солнечная терраса вот но ткани мы не стали чтобы бабочек очень много не было настолько обои на стене а что же мы как раз выбрали нейтральная но вот здесь вот конец такого как они говорят велюра на самом деле ну то есть бархат по-нашему бархат иностранцы говорят что это велюр мне нравится вот эти вот геометрические рисунки обоев кстати вот они представлены на одной из стен очень красиво смотрятся большом объеме такие геометрические ну вот это ковры дизайнерские они тоже очень красивые и вот обратите внимание на этот образец мы его планировали использовать в одном из проектов своих названием солнечная терраса в гостевой комнате но потом когда мы приложили ко всем образцам обоев которые выбраны в эту комнату тоже этого дизайнера до 3 шаги оказалось что немножечко цвет зеленый выпадал из общей гаммы подобранных нами цветов поэтому это ковер мы заменили на другой вот такие образцы все есть у наших партнеров поэтому можно всегда прийти в шоу-рум выбрать подходящий нам по образцу ковер по цвету по качеству по текстуре краски designers guild по-моему они у нас россии не представлены ни у кого из партнеров купить их невозможно поэтому я еще пока краску эту не заказывала это коллекция обоев растяжки красивые на сайте конечно же все это представлено кстати хорошо обновляют они коллекции свои но зачастую какой цвет может быть но на публикации не так хорошо отражен поэтому конечно надо выбирать по образцу именно когда вот вы спрашиваете у меня зачастую а какой артикул какой цвет использована какая коллекция я ну во первых зачастую не могу ответить потому что я не помню у меня много проектов и как правило проекты готовы реализованы которые выставляют который публикуют или выставляю на своем канале зачастую эти проекты заказы были сделаны ну давно там 35 лет назад потому что долгий путь от начала заказа всей продукции и до реализации вот то есть во первых я не помню во вторых может получиться так что в вашем интерьере это не будет вписываться то есть как бы все-таки надо подбирать эти цвета с декоратором либо если вы сами владеете этим искусством можете сделать это самостоятельно то тоже рекомендую вам приходить шоу-рум я не просто так всем говорю идите в шоу-рум и менеджеры вам помогут подобрать необходимый вам образец с классическим рисунком здесь дело в том что цвет надо смотреть при определенном освещении с определенным сочетанием там другой продукции то есть вот например там смотрим обои смотрим там не знаю обивку для кресла или там диваном смотреть вот блюдо здесь вообще не вписывается а вот мы берем пример зеленый может быть потому что здесь есть оттенки зеленого очень красиво сочетается вот этот бордовый тоже выпадает из общей гаммы а вот этот вот цикламен очень симпатично сочетается таким образом мы проводим работу по подбору материалов которые являются как раз неотъемлемой частью нашего дизайн проекта мы индивидуально для каждого заказчика подбираем необходимую продукцию мы только что были одном из старейших французских шоу-румов и сейчас находимся в английском шоу-руме здесь вы видите сразу отличие там такой все старинное там что-то 16 18 века ткани здесь современной коллекции очень яркие цвета такие яркие жизнерадостные конечно с ними очень осторожно надо работать да вот и вот кстати говоря я говорил вот такие вот коллекции есть как живопись как живопись на тканях вот еще такие красивые растяжки его цвета вот это очень красивая коллекция и давно на самом деле мечтаю такую использовать в одном из своих проектах такими розами похожую коллекцию мы брали опять же для своего проекта под названием солнечная терраса в гостевую комнату там обои три ши гилд и ткань обивку мы заказали на фабрике на английской да и отправили в италию там у нас заказана была такая как бы лежанка и уже производители сделают обтяжку мебели тканью которую мы выбрали который нам максимально подходит проект совершенно не надо пользоваться коллекциями которые предлагают производители ну скажем там итальянские да допустим или там нельзя немецкие еще какие-то мы можем собрать полностью свой интерьер то есть это совершенно замечательно мы выбираем модель на фабрике скажем итальянского производителя выбираем ткань который мы хотим использовать обивки мы это не будет стоить дороже потому что внутри европы все ткани как бы доставляются это не стоит дорого мы можем подобрать нужную нам ткань и мы можем например сделать обивку дивана и что родного цвета и интерьер получается более цельным или например поскольку как правило у текстильщиков есть обои для них же есть ткани компаньоны то соответственно заказав в обивке от производителю скажем триши гилд заказываем допустим обивку который является компаньоном к обоям вот здесь тоже различные вот из льна есть образцы такие вот как бы мы по таким книжкам выбираем все необходимое для наших клиентов и многие из дизайнеров делают уже ну и поставщиков делают свои как бы подборки книжку цветов которые наилучшим образом сочетаются в принципе если у вас нет своего дизайнера то вы можете придя в салон попробовать подобрать специалист вам поможет то есть у вас полная свобода хотите обращаетесь за услугой по декорированию если не такой необходимости и вас хороший вкус вы можете самостоятельно все это подобрать потому что что от производителя максимальная помощь есть ну что я восхищена светло уютно солнце здесь чувствуется весна просто весна в этом шоу-руме несмотря на то что день уже подходит к концу рабочий устала безумно но вот придя в такой солнечный интерьер такой жизнерадостный он вдохнул меня новые силы поэтому я думаю что если мои клиенты будут соглашаться на такие яркие цветовые решения они будут всегда приходя домой чувствуете новые приток сил вот вы сами чувствуете что здесь светло радостно очень красиво и ставьте себе что вы в своем доме закажите коллекцию таких тканей такого текстиля и у вас будет радостно солнечно у вас будет всегда хорошее настроение вы никогда не будете вставать то есть приходя после тяжелого трудового дня домой вы будете чувствовать новый прилив сил такие подушки подушки на самом деле тоже уникальный я считаю что нужно заказывать в коллекции которые предлагают три шаги от меня на сайте есть статья про выставку парижа и зонам же и в одной из статей есть фотография где мне удалось сфотографировать самой три шаги удалось немного пообщаться совершенно замечательный потрясающий дизайнер мы находимся в галерее лафаэт вот за моей спиной марка шанель здесь представлены разные бренды есть на самом деле там где лисийские по аля муна бутики мы там уже были я там приобрела две совершенно замечательных сумочки галерея лафаэт много разных брендов представлено здесь всегда очень шумно много этажей вот здесь например и прада и есть dior здесь все делится по этажам для тех кто не был еще в париже галереи лафаэт я расскажу в цокольном этаже находится обувь и по периметру все таки как бы брендовые марки в центре размещаются уже таки более простые бренды более не более экономичные то же самое касается и ну там основного этажа на первом этаже сумки там есть и там луи вьютон и и шанель и christian dior и разные другие бренды там американские в том числе вот следующие этажи по моему одежда и там на каком-то четвертом этаже по моему детская одежда ну вот таким образом строится магазин сейчас в париже распродажа это январь поэтому многие вещи можно купить по очень подъемной цене да по доступной цене например такие бренды на которых нет скидки это шанель да на сумке нет конечно скидок никогда но на обувь есть вот мы это видим здесь есть обувь некоторая со скидками там 30 процентов как я уже говорила на основном этаже на воде вот например американский бренд представлен учеб рада также есть не витон и прочие марки здесь же находится духи и а вот одна из моих любимых марок это диптих это как и древнейшие такие духи и мне нравится то что у них есть не только спреи но и такие коробочки вот они там представлены где можно так твердые духи и есть такие жидкие типа масла вот посмотрите здесь конечно магазин очень красиво оформлены смотрите какой купол когда первый раз попала в этот магазин я конечно была потрясена этой красотой сейчас я уже здесь хорошо ориентируясь прекрасно знаю на самом деле в таком магазине естественно очень много туристов как правило все скупают если вы хотите приобрести какую-то уникальную вещь вам надо идти в моно пути если вы хотите еще не определились что вам нужно вы хотите посмотреть разные бренды то здесь сконцентрированы разные бренды на самом деле галерея лафаэт очень раскрученный какой магазин еще есть на правом берегу точнее на левом берегу есть тоже довольно большой такой же магазин под названием бумарше это мы тоже можете приобрести всякие элитные марки там на первом этаже так и представлены сумки а вот но сейчас хочу показать вам как выглядит сверху ну вот здесь на самом деле находится например магазин луи виттон я сейчас к нему подойду вообще самый большой магазин луи виттон находится париже естественно но на елисейских полях тем не менее очень много точек где продается этот бренд вот мы видим как оформлены витрины обратите внимание что в моей очередь в луи виттон всегда очередь особенно как правило она из японцев и китайцев потому что там эти бренды еще дороже чем в париже и дороже чем в россии раза в два что самое забавное когда мы впервые с мужем приехали в париж и он увидел очередь ну луи виттон он сказал а что тут бесплатно или даром вот он был удивлен нет стоимость этих изделий всех очень высокая тем не менее люди покупают кстати у японцев этот бренд очень большой популярностью пользуются потому что они считают что иметь ну вещь какого-то такого успешного бренда у себя это очень выгодно это сделает тебя счастливым вот как раз за моей спиной судя по всему японки кстати если говорить о таких брендах как луи виттон там крестьян диор да вот за моей спиной опять крестьян диор где-то шесть лет назад я впервые купила сумки этих брендов они у меня до сих пор живыми можно пользоваться поэтому я считаю что это очень хорошее вложение поднимаюсь на эскалаторе на следующий этаж и дальнейшие этажи это этажи с одеждой пара лет назад я была на блошином рынке и вот эти вот все аккуратнее надо эти все бренды были на блошином рынке представлены то есть в принципе почему я сказала что покупка таких сумок является вложением потому что вы покупаете по одной цене достаточно высокой сейчас да и впоследствии ваша сумка может перейти по наследству ну другим там людям или вы можете очень удачно продать ее на блошином рынке по более высокой цене так что это уже идет ну не как антикварная вещь ну вот что-то типа антиквариат да значит французов надо покупать во франции американцев надо покупать в америке потому что например цена вот я как раз специально смотрела например такого бренда как тори барж или бэрж не знаю правильно произношу та цена которой в америке в долларах здесь она в евро если ну одно время был курс между долларом и евро достаточно ну такой ощутим вам порядка 30 процентов соответственно покупая в америке американскую вещь вы 30 процентов экономили уже что касается итальянских например брендов то конечно они в америке намного дороже поэтому я вам рекомендую итальянские бренды покупать в италии естественно вы всегда можете получить tax-free и вот делая покупки в галерее лафаэт если это не очень такие бренды но скажем таки как христиан диор которые скидок не бывает вы можете получить дополнительную скидку 10 процентов 10 процентов дается для иностранных туристов в принципе придя в магазин можете сразу на первом этаже подойти показать свой паспорт вам оформят дисконтную карту по которой вы сможете помимо той скидки которые есть вот допустим новогодние распродажи вы можете еще дополнительно получить 10 процентов и потом получить tax free а многие меня спрашивают где я одеваюсь я отвечаю естественно я одеваюсь в магазинах вот и в частности например для таких вкусных женщин бренд марина ринальди очень подходит очень качественные ткани красивый дизайн это итальянский бренд я покупаю во всем мире не только в италии благо правда я в италии часто бываю это бренд именно обычно для пышных женщин это как бы макс мара и марина ринальди это вот единый как бы единый такой бренд разделен на два вот прошел еще один день сегодня мы опять ходили на деков мы смотрели разные ткани встречались с разными владельцами фабрик я вам показала новые коллекции я думаю что вам это было интересно уверена что это будет вам полезно поэтому подписывайтесь на мой канал будет много нового и интересного для вас ставьте лайки задавайте вопросы и обязательно отвечу я устала конечно но я буду стараться для вас снова снимать и снимать какие-то новости из парижа завтра уже поездка в бельгию я думаю это будет что-то особенное всем пока